Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова собрались здесь, в студии нашей телепередачи «Сковородка», чтобы обсудить очень интересную и важную тему о том, какую роль Великая Отечественная война играет в жизни и в душе каждого россиянина. И для того, чтобы поговорить на эту тему, мы пригласили в нашу студию доцента кафедры исторического и общественного образования, кандидата исторических наук Алексея Михайловича Столярова. Алексей Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! Алексей Михайлович Столяров. Родился в Зеленодольске. Окончил Казанский государственно-педагогический университет, исторический факультет. Кандидат исторических наук. Название диссертации истории Великого княжества Литовского в отечественной историографии 19-го начала 20-го века. Сегодня мы с вами готовим такую походно-полевую кухню. Что у нас входит в обязательные элементы походно-полевой кухни? Это картошка, тушенка, ну и такой элемент изыски, скажем так, для наших дорогих студентов – это бекон. Начнем мы, наверное, с печеной картошки. Я предлагаю ее надрезать в нескольких местах и вставить бекон, а потом мы отправим ее в духовку. Хорошо. Алексей Михайлович, расскажите, какие, может быть, ваши юношеские, детские переживания о войне были с самого начала? Как вы вообще узнали о том, что такое война? Вообще, если вспоминать, то, наверное, Великая Отечественная война в моем сознании, детском, подростковом, она ассоциируется с тремя фамилиями. Вот как ты думаешь, какими? Жуков? Нет. Сталин? Нет. Тогда не знаю. Вучетич? А, да. Ром и Шуман. Интересно. Вучетич, наверное, ты догадался. Родина-мать? Да. На втором курсе в университете, уже будучи студентом, мы попали на научную конференцию историческую. Первая моя научная конференция, я второкурсник в Волгоград. Причем, доклад был вообще по европейской тематике, по исторической. Но мы ехали в Волгоград, и это первый раз, и все бесплатно, и за счет бюджета, и на поезде целые сутки. И, конечно, я знал все памятники, которые там есть. Но когда ты видишь вживую родину-мать Евгения Вучетича, это грандиозная скульптура, это просто производит реально неизгладимое впечатление. Сам мемориал, огромный комплекс, продуманный, сделанный для людей, увековечивающий память погибших солдат. Мы поднимались вверх по лестнице, к этой родине-матери. Там очень большая, длинная, долгая лестница, и перед тобой стоит вот эта вот самая высокая скульптура. А потом уже, стоя на площадке, мы увидели одного ветерана. И этот, конечно, там слезы наворачивались. Ветеран стоял, смотрел на какие-то там плиты, рядом стояла, видимо, его дочь, и она его утешала. И вот этот момент живой, когда ты видишь настоящего человека, который воевал, наверное, здесь, на этом Мамаевом кургане, это, конечно, очень здорово берет за душу. И ты понимаешь, что война — это не просто текст в учебнике, война — это не просто документальный, какой-то фильм или художественный. Война — это живое, страшное событие, которое коснулось миллионов людей, и оно будет рядом с нами. — Такая живая история. — Да-да-да. Второй момент у меня был связан с детскими воспоминаниями. Это Михаил Ром. — Обыкновенный фашизм? — Да-да-да-да. Вот и документальный фильм «Обыкновенный фашизм». Конечно, на меня, как на ребенка, он черно-белый, советский, но произвел также неизгладимые впечатления. Там же показаны все ужасы фашизма, тоталитаризма. Поэтому тоже вот такое осознание, что война была, война унесла множество жизней. Оно здорово повлияло на сознание. А третья фамилия — Шумен. Как ты думаешь, почему? — Даже не знаю. — В детстве всегда я родом из маленького города Зеленодольского, около Казани, да, 100 тысяч. И я помню, мы ходили на праздник 9 мая, и всегда звучала музыка. Такой как бы детский хор. Очень печальная музыка. Как мне тогда, а ребенку казалось. Потом узнаю — это, оказывается, автор музыки, немецкий композитор Роберт Шумен. Как так может быть? — Немецкий композитор, и музыка звучит в День Победы 9 мая перед началом минуты молчания. Ты понимаешь? Потом мозги немного встают на места. 19 века немецкий композитор. Все-таки не 20-го, не фашистский композитор. Ну и как историк уже стал интересоваться, оказалось, это его музыкальное произведение грезой. И это как бы музыка должна быть светлая, радостная такая, знаешь. Но поставленная в контекст памяти о пережитом горе — это вроде бы светлая музыка, звучит совершенно и по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, поступил я в Казанский государственный педагогический тогда еще университет. Конечно, впечатления от Казани в плане науки были шикарные. Национальная библиотека Республики Татарстан. Зал, дом ушковый, который сейчас на реставрации. Великолепие, огромные фонды. Столько книг. Взахлеб читал. В библиотеку любимое место было. Ну, а потом потихонечку уже просыпается такой спортивный интерес выступать на конференциях. Первый доклад, я как сейчас помню. История Венгрии 16 века. Вот кто бы... История Венгрии 16 века. От Венгрии до Литвы недалеко, скажем прямо. Но для вас это был такой первый важный шаг. Да, да, да. Знаешь, захотелось венгерский даже учить. А потом проступается интерес к истории вот этого нашего великого княжества Литовского. Которая сейчас Литва, Белоруссия и Украина. Для меня это была терра инкогнито. Непонятная, неизвестная история. А неизвестная всегда настоящего историка манит. И на пятом курсе хотелось дальше в науке, в аспирантуре. Да, да, да. Тем более я очень хорошо учился. И мне сам мой будущий научный руководитель предлагает. Аспирантуру, может быть, Юрий Николаевич Иванов это был. Я говорю, да, выдавил из себя. Конечно. Хочется. Он спрашивает тему. Великое княжество Литовское, я говорю. В глубине души мне хотелось изучать советскую Россию периода НЭПа. Двадцатых годов. Вот, да, да, да. Такая мечта была. Ап. Вот победила, победила эта самая Литва. Литва. И все. Сел за диссертацию. И в 2008 году диссертацию защитил. Алексей Михайлович, если все-таки возвращаться к теме Великой Отечественной войны. Я думаю, что самый главный вопрос в этой связи, почему все-таки СССР, несмотря на сокрушительное поражение 41-го, начало 42-го года, почему он все-таки устоял? Какие бы вы факторы, может быть, выделили? Если говорить обобщенно, то, на мой взгляд, да и многие, конечно же, историки также считают, я уж на их мнение опираюсь, это человеческий фактор. Великая Отечественная война – это большой моральный подвиг советского народа. Как говорил даже сам Наполеон, которого Россия победила, на войне успех зависит на одну треть от материальных факторов – снабжения, оружия, и на две трети от моральных факторов. От готовности солдат и жителей тыла к самопожертвованию, к лишениям, даже в какой-то степени к страданиям, воле к победе. Вот, знаешь, вот есть такое понятие, да? Выстоять и вернуть мирную жизнь. Вы за ценой не постоим. Да, 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 да. Это, наверное, в нашей истории, потому что и Кутузов, Михаил Кутузов, наш полководец, в 1812 году, после Бородинской битвы, написал письмо Александру Первому, где примерно, я сейчас точно не процитирую, мысль звучала следующим образом. Сила духа русского солдата превозмогла всю наполеоновскую мощь. Бородино. Ну, и если по фактам смотреть, многие люди, задетые сталинской властью, они все равно, несмотря на это, продолжали вкладывать свои усилия в общее дело. Ну, вспомни, Ольга Берггольц, поэтесса советская. Она ведь ребенка потеряла на допросах, в застенках. Несмотря на это, она потом вступает все равно в ВКПБ, в партию большевиков, остается в советском Ленинграде и читает ленинградцы. Ленинградцы, по радио стихи, поддерживая их моральный дух. То есть наступило осознание, что это борьба не за советскую власть, не за Сталина, а вот за Россию. Это борьба за Родину, за народ. Это борьба за народ, за Родину, за своих детей, за своих близких. Мы подготовили картошку для запекания, обернули ее в фольгу. И теперь осталось ее переложить на рифленую сковородку для последующего отправления в духовку. Спасибо. Отправляем в духовку минут на 20. Картофель с беконом в духовке. Картофель очистили и сделали параллельные надрезы, немного не дорезая до конца. В разрезы вложили тонкие ломтики бекона, завернули в фольгу и запекали в духовке около 40 минут. Мы отправили в духовку запекаться картофельно. И теперь мы переходим к приготовлению нашего следующего полевого блюда. Для этого нам нужно сначала нарезать лук, морковку. Давайте я, наверное, возьму это на себя. Лук, а вы морковку. Хорошо. Алексей Михайлович, вот я думаю, что не будет преувеличением сказать, что 9 мая этот праздник отразился в душе каждого россиян. Да, мы уже сегодня об этом упоминали. Но почему, как вам кажется, это чувство сохраняется, несмотря на такую отдаленность от победы? Скоро будет 80 лет, да, больше 80 лет, как ушла война и ушла победа. Почему до сих пор это так важно для россиян? Ну смотри, 80 лет это не срок. Живы еще многие даже ветераны ведь. Те, кто назывался тогда дети войны. Дети войны. Они были в тылу, они были на войне. Вот. И эти дети войны сейчас являются прабабушками и прадедушками. И они ведь рассказывают своим правнукам про то, как они жили. И уже через поколение сейчас, в 2020-е годы, эти дети, конечно же, впитывают в себя рассказы своих предков. Я лично знаю, потому что мы сидим в жюри на конференции школьников имени Лобачевского. И очень много докладов школьников 4-го, 8-го класса посвящено именно боевому пути моего прадедушки. Жизни в тылу моей прабабушки. Понимаешь? То есть здесь все-таки сохраняется, конечно, живая связь поколений. Во-вторых, конечно же, очень большой вклад в сохранение памяти о войне внесла. И это, можно сказать, засело вот в голове. Это государственная советская пропаганда, в лучшем смысле этого слова. Потому что, если вспоминать, допустим, свое детство, 80-е годы, то май – это точно дело посвящено празднику Победы. Мероприятия, конкурсы, фестивали, военные игры, по телевидению множество военно-художественных фильмов, песни – это все, конечно же, здорово влияло на детей. А если, считаем, наше поколение было детьми в 80-е годы, то вот нам сейчас 46-50 лет. Конечно, это в нас сидит. Память и почтение к празднику Победы. И это дальше будет передаваться. Как вам кажется, насколько вероятен сценарий, назовем его так, при котором Великая Отечественная война будет для нас настолько же отдаленным событием, как Куликовская битва, как Отечественная 19-го года? Или все-таки это само событие особое? Если брать уж исторически, то, конечно, через 500 лет Куликовская битва… Сейчас сколько уже? 600 прошло, да? 600. Через 600 лет, да, это война, это День Победы для россиян. Через 600 лет будет отдаленным событием. Время, оно делает свое дело. Но в ближайшее время, наверное, еще поколение 3-4. 3-4 поколения, 100 лет. Мы будем это почитать. Я не сомневаюсь в этом. Мы подготовили лук и морковь для обжарки. И сейчас мы отправим их в наш такой, ну скажем, постмодернистский котелок. Котелок, казан. Попробуем в нем сготовить приближенные по атмосфере блюда. Давайте я перейду. Алексей Михайлович, подайте мне, пожалуйста, лук. Добавим немного масла. Спасибо. Алексей Михайлович, вот историк Евгений Александрович Добренко в своей работе «Поздний сталинизм», он очень интересную мысль излагает о том, что историю, собственно, войны очень быстро подменили историей Победы. Как вам кажется, насколько это утверждение справедливо? Ну, не думаю, честно говоря, что эта мысль на сто процентов верна. Как историк продолжаю, например, я покупать современную научную литературу, которая продолжает печататься, выходить, не скажу, не скажу. По самым разным аспектам Великая Отечественная война, Вторая мировая война изучается. Но имеется в виду в сознании народа. Есть массовое сознание, конечно, да? Массовое сознание, оно ведь очень такое. Если там покопаться, там будет и мифы всевозможные, и просто недостоверное знание. А если взять научное и историческое сознание, то нет. История войны – это история трагедии, это все продолжает изучаться. Ну, вот, например, в издательстве «Молодая гвардия» выходит книга «Повседневная жизнь узников фашистских концлагерей». «Повседневная жизнь тех, кто сидел в концлагерях и выживал». Это же изучается? Это изучается. Изучается тыл. Придем к картошечке параллельно. Изучается жизнь немецких военнопленных. Поэтому вот здесь нет уклона именно в историю Победы. Война продолжает изучаться всеохватно. В любом магазине ты можешь купить блокадную книгу «Грани Адамовича». Но ведь с блокадной книгой тоже большой вопрос. Она же изначально была написана как бы с редакторскими правками. Уже только после распада ИССР вышел в новом, в полном виде. Согласен, согласен. Это верно. Но ведь она вышла. Переводится на русский язык многие исследования западных историков. До сих пор. Понимаешь, издаются. Вот буквально 1924-1923 год. Мы немножечко обжарили лук, морковь, добавили томатную пасту. И теперь самое время, я думаю, добавить тушенку. Алексей Михайлович. Интересный проект создали наши татарстанские архивисты к 75-летию Великой Отечественной Войны, победы в Великой Отечественной Войне, к столетию образования Татарской Автономной Советско-Социалистической Республики. Государственный комитет по архивному делу издал книжку «Татарстан. Все для фронта, все для победы 1941-1945 годы». Там содержится очень интересный... Мы отсылаем наших уважаемых телезрителей к этой работе. Исследования наших историков, в том числе профессорского преподавательского состава Казанского университета. И в нем содержится обширный перечень инфографики, картинки, иллюстрации, фотографии. Все-все-все. Но, Алексей Михайлович, если коротко можно осветить, какую роль Казань играла Великую Отечественную Войну и Республика Татарстан в целом? Казань, конечно, как и Татарстан, да и многие регионы Советского Союза, была тылым. И, как и любой тыл, она, конечно, принимала многих эвакуированных. Ну, к примеру, моя бабушка в 1941 году из Киева успевает эвакуироваться сюда. Работает на молочном заводе. Где-то я прочитал цифры, что в Татарстан или даже вообще в целом в Казань было эвакуировано 100 тысяч детей. 100 тысяч детей из западных районов Советского Союза, которые могли попасть под оккупацию. Поэтому вот это первое, конечно, значение – сохранение эвакуированных. В Казань была эвакуирована Академия наук СССР. Да. Многие видны ученые, в том числе историки, кстати. 93 академика оказались здесь и остались живы. В том числе историки. Греков Борис. Борис Дмитриевич Греков. Евгений Викторович Тарли. Тарли. И вот, ты понимаешь, сидим на лекциях на первом курсе, будучи студентом. Нет, на втором. И нам преподаватель по истории России Николай Петрович Маньков говорит, вот здесь, значит, Тарли читал нам лекции. Ну какой Тарли еще? Мы же тогда не знаем никакого Тарли. Ну мне запомнилось это. Я фамилию историков на полях там выписывал каждый раз. А потом мы доходим до Крымской войны. А у Тарли фундаментальный капитальный труд – это Крымская война. Я смотрю. Е.В. Тарли. Так это же тот самый историк, о котором нам Николай Петрович рассказывал. То есть он его знал живую, видел живую. А я сейчас эту книгу держу в руках и читаю. У него же великолепный литературный стиль. У Тарли мастерство совмещал себе писателя и историка. Это дорогого стоит. Ну и наконец, конечно, это технические аспекты. Не секрет, что в Казани на авиационном заводе и только на нем, единственным в СССР производились бомбардировщики Пе-2. Там было много недостатков, конечно, у этих машин, зато очень высокая хорошая скорость. Однажды один бомбардировщик на скорости ушел от шести немецких истребителей и сумел сесть на нашем аэродроме. Так что Пе-2 или Пешки, как их называли, из-за фамилии авиаконструктора Петлякова, они именно здесь на нашем казанском заводе производились. Сейчас это Капо имени Горбунова, по-моему, да? Казанский авиационный завод. Мы нарезали картошку, сейчас мы добавим ее в Казан и будем переходить потихонечку уже к дегустации. Алексей Михайлович, а традиция парадов, вот столь знаковое мероприятие 9 мая, да, которое объединяет до сих пор огромное число наших сограждан, вот с чего эта традиция началась? Ведь в советское время это было нечастым явлением. Очень. Ну, ты знаешь наверняка, как образованный человек, первый самый Парад Победы состоялся... 24 июня 1945 года. 24 июня 1945 года. Вот, видишь как? Самый масштабный. 40 тысяч военнослужащих принял участие. Почти две тысячи единиц техники, орудия, танки. Вот. И знаешь, наверняка казалось людям, что это будет продолжаться. Да? 45 год. Но нет. 9 мая два года еще было выходным, как бы праздником считалось. А с 1948 года все. 9 мая рабочий день, никаких парадов нет. То есть, конечно, вот последние годы правления Сталина, плюс на фоне еще притеснений военных, ну, Георгия Жукова назначили в Одессу бороться с бандитами практически, хотя он маршал Победы, да? Опасения какие-то со стороны Сталина в отношении роста авторитета популярности военных. Похожее ведь было в 1937 году дело Тухачевского, когда первые маршалы Советского Союза тоже попали под каток репрессий. Вот эти моменты повлияли на то, что парадов-то и не было. При Сталине. Но удивительно ведь и при Хрущеве тоже. И только при Леониде Брежневе, когда он стал генеральным секретарем, тогда он был еще первый секретарь, потом генеральный, в 1965 году возобновляется. И можно сказать, что вот не то, что традиция появляется, потому что 45-й и 65-й прошло 20 лет между двумя парадами, многие ветераны уже состарились, и 65-й, конечно же, вот возрождается. По Красной площади и ветераны проходят постаревшие, и военная техника. Вводится минута молчания. Звучит как раз вот эта музыка Роберта Шумана. 65-й год. Но дальше при Брежневе все равно. 75-й год, юбилей, 30 лет победы, никакого парада нет. И только в 85-м, опять, получается, через 20 лет, уже при Михаиле Горбачеве эта традиция восстанавливается. И вот в 1995 году при Борисе Ельцине выходит указ о ежегодном проведении парадов Победы 9 мая именно на Красной площади. Поэтому здорово, что эта традиция продолжается, и надеюсь, что она будет дальше продолжаться, потому что память о войне должна сохраняться в наших поколениях и дальше. Как бы это ни звучало для некоторых представителей западных стран, ну, что мы ворошите прошлое, да, когда это было уже больше 80 лет, для них это, возможно, уже прошлое, как битва при Ватерлоу и так далее. А для нас, для наших поколений, это сейчас, это жизнь. Мы будем потихоньку переходить к дегустации и обсудим еще несколько важных моментов. Походное жаркое. Репчатый лук мелко нашинковали. Морковь нарезали полукружочками, а картофель небольшими кубиками. В котелке на растительном масле обжарили лук и морковь, затем добавили томатную пасту, через некоторое время в котелок положили банку тушенки и картофель. Содержимое котелка довели до кипения, убавили огонь, накрыли крышкой и томили до готовности. Перед тем, как перейти к дегустации, наверное, пару слов стоит сказать о полевой кухне, об этой традиции, о том, как она до сих пор сопровождает нас праздник 9 мая. Какое у вас отношение к полевой кухне нынешней? Хорошее. На моей памяти, по-моему, с 90-х возрождается вот эта вот походная кухня, варят гречневую кашу. Ну вот именно походная полевая кухня, чтобы исторически приобщить... Погрузить в атмосферу. Да-да-да-да-да, детей, взрослых, в эту атмосферу того времени. Давайте попробуем, какова она полевая кухня того времени. В первую очередь пробуем картошечку с беконом. Вряд ли был бекон в походных полевых кухнях наших красноармейцев. Очень даже интересный такой сладковатый немножко вкус. Мне кажется, что это блюдо идеально подходит и для приготовления на костре, просто закинуть ее там куда-нибудь. Тоже в фольге. Ммм, замечательно. Давайте попробуем наше рагу. Назовем его так. Ну, тушенка, конечно, не очень мясная, но достаточно сбалансированный вкус зато. Главное просто в приготовлении. Я думаю, что у нас сегодня все получилось, и блюдо, и беседа. Дорогие телезрители, это было кулинарное шоу «Сковородка» вместе с вами. Мы будем и дальше приглашать в нашу студию историков, философов, социологов, политологов, антропологов, представителей самых разных профессий для того, чтобы погружаться с ними в самые разные аспекты научного знания. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.